Всем привет! К своему стыду я должна признать, что, ходя по мосту два раза в день, я нахожусь на мосту Сильный Харбор Бридж, я никогда не задумывалась о том, когда он был построен, каковы его характеристики. И буквально на днях я узнала, что, оказывается, проезд на мосту это, собственно, платный. Я была очень удивлена, и это меня сподвигло на поиск информации в интернете, ну, обычная Википедия, о том, как мост был построен, вообще, как он функционирует, и такие сведения общего плана о нем. И я бы хотела поделиться с вами, возможно, вам будет интересно. Начну сначала. Моз был построен в 1932 году в качестве свежущего, собственно, путепровода между, как бы, через залив, так называемый. На самом деле, это речка. Вот. Строительство продолжалось лет восемь, и мост является одним из таких крупных сооружений, то есть такое значимое сооружение, вообще, технически, достаточно сложное. Его длина – 1200 метров, арочный мост, и расстояние между, то есть, расстояние пролет моста, то есть, расстояние между опорами, каждый из которых стоит на берегу, напротивоположно, 500 метров примерно. То есть, соответственно, я выхожу плюс до 15, наверное, весь мост. На мосту выделено восемь полос для машин. Видите, они едут. Вот. Едет поезд. Два пути для трейнов, пешеходная зона, на которой я выхожу сейчас, и с той стороны, там, где проходил, так что, поезд, там дорожка для велосипедистов. Потому что, изначально здесь было, там, по-моему, 4 полосы, потом, соответственно, все это расширялось. И сейчас за сутки здесь проезжает, по разным сведениям, от 160 тысяч машин до 200 тысяч в день. Еще там 1600 велосипедистов и 204 трейна. То есть, 204 поезда здесь проходит. Здесь проходит ветка Т1, по которой, собственно, я езжу в Норси, но если я езжу. Также ездят автобусы и... Ну, то есть, автобус, машина, автобусная полоса есть отдельно. Въезд на мост платный. Его сделали платным с самого начала, чтобы окупить стоимость строительства. К 1980-м где-то годам деньги отбили, но решили оставить стоимость, то есть, видимо, на обслуживание. Сейчас стоит это все дело от 2,5 долларов, до 4 долларов за заезд, то есть, проезд. Проезд платный только в сторону центра. То есть, что я сейчас стою лицом на север, на спиной к центру. То есть, как бы на север из центра можно это бесплатно. А в центр, пожалуйста, платить 2,5 или 4 доллара, видимо, от времени проезда. То есть, ну вот, заехать на мост только проехать 4. При том, что, вот видите, он длиной километров с небольшим. В общем, это все очень интересно. Высота моста от воды до верха 134 метра. То есть, вот там, вот там, вот там, ну вот фонарь. В общем-то, там на руку, то есть, там арка. И высота над водой 49 метров. То есть, вот, если я стою, вот внизу, видите, пароходик идет. Вот там опера хаос. То есть, для судна, для судов проход 49 метров. То есть, в принципе, любые лайнеры. Кстати, здесь был лайнер, по-моему, вчера, такой гигантский. Они здесь стоят, меж, меж, такие круизные, океанские лайнеры. Красиво. Начинаю фонарал, встану так. Для велосипедистов дорожка была сделана совсем недавно, в 2008 году. Для пешеходов, по-моему, давно. По-моему, в 80-е годы где-то. Как вы видите, собственно, весь вид портит сетка, наша, как называется, рабица. По официальным сведениям ее ввели для защиты, собственно, от самоубийц, скажем так. Вернее, для защиты самоубийц и самих себя, я так не полагаю. Но, в общем, кто-то мне рассказывал с местных, что ее сделали после 11 сентября 2001 года. Может быть, среди безопасности. Еще, сейчас не видно, но мост постоянно патрулируют такие специально обученные люди. Они одеты в такие зеленые, такие рабочие комбинезоны. Комбинезоны, такие куртки, светоотражающие шляпы. У них наушники. Они стоят каждый метров, наверное, 200, может быть. На мост человек 5 стоит. То есть, видимо, они подпатрулируют, чтобы... Не знаю, что они патрулируют. В общем, если идти и так немножко на них смотреть, то они кивают, улыбаются. То есть, как бы приветствуют на заходе, на выходе с моста. Очень приятно, на самом деле. Вот. Вес моста 52 тысячи тонн. Сделан он из стали, которая на 80% привезена из Англии. То есть, вот эти вот все 50... Сколько там тонн? Ну, ладно, тут еще бетон. Ну, то есть, 80% из Англии привезли. Это, конечно, потрясающе. Ну, в общем, это невероятное сооружение, на самом деле. И вот я сейчас стою, едут машины, оно немножко потряхивается. И еще, когда жарко, его моста высота увеличивается на порядка 20 сантиметров, потому что, в общем, из-за того, что нагреваясь, металл увеличивается. Вот. Иногда на мосту проводят технические работы, и он закрывается. То есть, закрывают одну сторону, велосипедистов перенаправляют либо тех, либо тех сюда. Что еще? Я тут столько информации прочитала, а сказать-то нечего. Ну, давайте я немножко пройдусь. Ну, собственно, так я и хожу каждое утро. Чувак там какой-то идет. В общем, сейчас тут дождь, и ночью, на самом деле, наверное, чуть по-другому все выглядит. Но утром, когда солнышко, видно, залив вообще потрясающе, я каждый раз смотрю и радуюсь. Вот. Ну, собственно, когда идешь, вот такое ощущение, что ты идешь по такой, как называется, тюремной, что ли, такая, коридор, потому что вот это вот сетки, конечно, все портят. И мост, вот я уже почти пришла, я сейчас находилась в районе... Вот мост видно? Нет, нет, нет. Да, вот немножко видно опора. То есть, у пилона, то есть, одна из опор. На пилоне есть экскурсии, можно подняться наверх, посмотреть. Еще есть отдельные экскурсии, они прям поднимаются по металлической арке наверх, и можно прям посмотреть сверху. Стоит это достаточно дорого, я не ходила. И, на самом деле, ну, я не вижу смысла идти. Отсюда вид прекрасный. То есть, в принципе... Вот только отсюда я обычно все фотографирую. Вот, в общем... На самом деле, так делать страшно, потому что я боюсь уронить телефон. Что еще про мост? Я даже не знаю. Ну вот, столько всего интересного. Да, на самом деле, конечно, он очень... Это знаковое сооружение для Сиднея. И потрясает масштаб строительства. Если учесть, что его построили в 1932 году, и он до сих пор... По сути, его ни разу не перестраивали, потому что очень сложное техническое сооружение, и даже небольшая корректировка каких-то параметров ведет, собственно, к большим проблемам и в большой работе. Видимо, поэтому стараются избегать. Наверху, там, на металлической арке два встроительских плага. Я каждый день на них смотрю. Это очень приятно. Сейчас, к сожалению, их не видно. Вот. Ну ладно, если у вас какие-то вопросы... Сейчас я уже иду в ту сторону дома. Вот. Если какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить. Еще я хотела попросить, если у вас есть какие-то идеи по поводу того, о чем бы я могла снять видео, пишите тоже в комментариях. Я, ну, рассматриваю варианты. Я не могу ничего обещать, но попробую что-то интересное рассказывать. На самом деле, мне само интересно. Я просто о многих вещах не задумываюсь. И, возможно, такой подход поможет мне узнать что-то новое из Сиднея. Вот. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я надеюсь, что-то новое вы для себя узнали. Так же, как и я для себя, собственно, изучив этот мост поподробнее. Вот. Всем хорошего дня и счастливо!